Шановные белорусы, сегодня мы хотим обратиться и к сторонникам демократических перемен, и к тем, кто продолжает поддерживать режим. Не осталось никаких сомнений, что Лукашенко стал бесповоротно токсичен для международного сообщества. То, что народ Беларуси столько месяцев пытался показать, наконец стало очевидно всему миру. Но сейчас он стал угрозой и для тех, кто все это время был рядом с ним. Его необдуманные действия каждый день ухудшают положение всех, кто хоть как-то связан с властью Беларуси. Мы говорим о чиновниках всех уровней, бизнесменах и других. Это происходит по причине, которая хорошо известна нам всем. Человек, который проиграл выборы, отказался уходить и удерживает власть. Он объясняет это разными причинами, что белорусы ошиблись, что все это провокация Запада, что только он может сохранить суверенитет страны. Но задавали ли вы себе вопрос, что же это за суверенитет, который держится на одном единственном человеке? Насколько он надежен? И разве не этот человек сейчас ставит суверенитет нашей страны под прямую угрозу? Ответ на эти вопросы прост. И он есть в нашей Конституции. Единственным источником государственной власти и носителем суверенитета в Республике Беларусь является народ. Не может быть человека, от которого зависит целостность и независимость территории, на которой мы с вами родились. Только мы, народ, можем гарантировать нашу же независимость. Но вы, сторонники режима, так давно находитесь рядом с диктатором, что уже забыли, кто здесь настоящий источник власти и гарант суверенитета. Вы забыли и то, что вы сами народ, а не просто винтики государственной машины, обслуживающие решения только одного человека. Ваша воля – это тоже воля народа, ваших семей, детей и близких. Спросите себя, чего бы вы хотели от правительства, которое на самом деле заботится о вас и в вашем будущем? Можете ли вы вообще себе представить, каким будет ваше будущее и будущее ваших детей через год? Сколько еще вы будете жить в режиме день расстоять до ночи продержаться? Сколько еще вы будете верить в сказку про скорость устанет как раньше? Но как раньше уже не будет никогда. Вы не хуже нас знаете. Ни одна история международного террориста не заканчивалась хорошо. Это не просто плохой исход, это потеря всего. И обломки системы обрушатся на всех, кто окажется рядом. Все эти месяцы вы думали про себя. Сейчас еще рано. Но я всегда, если что, успею перейти в нужный момент на сторону народа. Главное, чтобы не было слишком поздно. Нужный момент настал давно, но ваш страх и нерешительность привели страну к тому положению, в котором мы сейчас находимся. Но если вы хотите знать, когда наступит это, не слишком поздно, то оно уже наступило. Оно здесь, сейчас. Больше некуда убегать от будущего. Пора признать ответственность за него. Решить этот кризис и остановить человека, ведущего в страну в пропасть. Это наша с вами общая задача. И только тогда мы сможем наконец-то строить долгосрочные планы и развивать нашу страну. Подавайте в отставку. Присоединяйтесь к демократическим силам. На вас сейчас смотрит вся страна. Ваши силы не только вовремя уйти, но и восстановить закон в стране. Нам вместе строить новую Беларусь. И начинать надо прямо сейчас.